Телекомпания «ИВИД» 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 послал нам это сообщение. Николай Васильевич, по-моему, вы тоже, да, до сих пор не понимаете, кто это сделал? Вообще, вы знаете, мы разыскиваем 267 человек по фамилии Бойко. Можете себе представить? Я вам даже хочу кое-что показать из тех, кого мы ищем. Вот это Владимир Дмитриевич Бойко, который до войны жил в Чечне и в Грозном и работал пчеловодом. Это Иван Фомович Бойко, следы которого теряются на золотых приисках в Заполярье еще в 1934 году. Это другой Иван Бойко, который в 1987 году уехал в Иркутскую область собирать смолу и с тех пор не дает о себе знать. Вот это Ольга Бойко, три года назад уехавшая в Москву на заработки. Это Саша Бойко, который три года назад в Астрахани зашел к маме на работу, взял у нее 100 рублей и с тех пор исчез. Никто о нем ничего не знает. А вот еще Александр Бойко, этот пропал из Новосибирска в 1994 году. Мама считает, что его нужно искать в Америке. Значит, еще один Александр Бойко в 2000 году на Украине ушел в гости и исчез. Одних только Николаев Бойко мы ищем 11 человек. Николай Васильевич. Да. Но все-таки у вас есть хоть какие-то догадки, кто может вас разыскивать? Нет, наверное. Нету, да? Нет. Вот эти люди по фамилии Бойко, они позвонили нам, потому что им кто-то сказал, что у нас в программе их ищут. И это не первый случай, вы знаете, когда мы получаем отклики на сюжеты, которых у нас в программе не было. Просто часто люди принимают желаемые за действительные. кто-то искал кого-то по фамилии Бойко, совсем другим людям с такой же фамилией об этом сказали, а поскольку им тоже хотелось кого-то найти, они по ошибке решили, что мы ищем именно их. Но вот эта ошибка, вы знаете, она оказалась счастливой. Благодаря ей встретились люди, которые не виделись очень много лет. А сегодня у нас появился шанс, что эта ошибка окажется не просто счастливой, а дважды счастливой. Будьте добры, пожалуйста, отмотайте пленку. Вот. Да, вот это. Вот представьте себе, что вот эта фотография была у нас в эфире пять секунд. И вот эти пять секунд, может быть, решили судьбу человека, потому что на эти пять секунд пришел отклик. Из города Бирюсинск, это в Иркутской области, нам позвонил предприниматель по имени Олег, который сказал, что ему показалось, что он знает этого человека. Он строил дачу три года тому назад в 50 километрах от Бирюсинска. И однажды из тайги вышел человек голодный, оборванный, и попросил просто поесть. Олег накормил его и стал его расспрашивать, кто он, что он, откуда. И человек сказал, что он собирал в тайге смолу, жил в какой-то таежной избушке. Эта избушка сгорела, там случился пожар, и у него сгорели документы, вещи, все сгорело. Он долго скитался по тайге и вот вышел прямо к даче вот этого Олега. если это тот человек, которого ищут родные уже 15 лет, то понимаете, что это просто фантастика. Мы, думаю, сегодня сможем это проверить. На всякий случай мы попросили родных Ивана Николаевича Бойко, приславших вот эту фотографию нам, приехать сюда к нам сегодня. Здесь его мама и два брата. Анастасия Ивановна! Анастасия Ивановна! Добрый день! Здравствуйте, Анастасия Ивановна! Проходите, пожалуйста, сюда. Добрый день! Садитесь! Я знаю, что маму зовут Анастасия Ивановна. А, простите, вас? Ярослав. Ярослав. Я Мирослав. Мирослав. Значит, Ярослав и Мирослав. Вы два брата Ивана Николаевича Бойко, да? Бойко и Мирослава, да. Да. Будьте добры, еще раз покажите нам фотографию. Вот, посмотрите. Это его фотография. Да. Этой фотографией уйдет очень много лет, да? Да, да. Вы знаете, мы недавно показали эту фотографию. Вы не видели сами эту передачу? Этой передачи не было у нас на Украине. Ага. нам поможет. Давайте сейчас проверим вместе с вами. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Иван Николаевич, сколько лет вы прожили один в тайге? Я прожил в тайге один, десять лет. А не одиноко было эти годы? Да, нет, я почему-то одиночество не чувствую. А что для вас вообще тайга, лес? Тайга, лес, ну, сейчас это как бы дом. Я, например, я вот в тайге, здесь, где я охочусь, где жил поблизости, я могу в любое время, дня и ночи, не то, что днем, или ориентироваться по компасу, а просто в любое время дня и ночи я чувствую направление, где у меня находится вот издушка жилья моя. Я даже без фонарика ночью по тайге, без света прохожу. И ночь что, как вам сказать, лечит. Душу лечит, да? Да, лечит душу. Здесь есть время вот задуматься, вот когда, например, ляжешь, ты придешь, уже ночью ляжешь, есть время задуматься над тем, как ты жил, зачем жил, что делал, свои поступки в жизни. Как-то можете себя сравнить с себя прошлого и нынешнего? Да, я многое придумал. Как бы сейчас с души зло ушло. Я раньше как сказать, по сравнению с теперешним очень большая разница. Я был очень вспыльчив. Ну, как бы говорится, кровь горящий. Не знаю, от чего это происходило. По-разному, у всех по-разному. А сейчас? Сейчас совсем по-другому. Сейчас многое изменилось. Вы охотник, да? Да. В последнее время бегами какие-то перемены произошли, что мне стало жаль убивать. зверя. А раньше не чувствовали? Нет, раньше была вот злоба, злость, агрессия. А вот уже сейчас совсем по-другому. Сколько лет вы вообще не общаетесь с родными? С родными? Если на данное время с 87-го года не общаюсь с родными. Хотя, честно, откровенно, до меня доходили слухи, что я слышал, что меня разыскивают. Не знаю, почему я не откликнулся. можете меня обвинять или как хотите, а безчувствия там ни в чем-либо. Ну, это так. Вам хочется быть одному, да? Не то, что бы сказал хочется, но я считаю, что это было вынуждено. я должен был здесь оказаться. В определенное время я должен был здесь оказаться. И я здесь оказался. И в определенное пришло время, когда мне надо отсюда уйти. И я это сделал. Это скорее всего. Ну, я по вашей реакции просто сразу понял, что никакой ошибки нету, что это он, ваш брат. Да? Он здесь. Он здесь, и сейчас мы его позовем. Иван Николаевич. не 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 Садитесь Ну, я не буду вас мучить Я понимаю, что сейчас у вас После такого длительного Пребывания там Вдруг все вот это навернулось Мы вас отпустим просто, чтобы С родными пообщались Я вам очень благодарен Всем благодарен за эту передачу Она очень нужна Спасибо вам всем Хорошо, что Спасибо, не только раз благодарю Хорошо, что это случилось Передаться, что Долго лет уже идет Мы надеялись, надеялись Ну, не уверены были Потому что никто нам не мог Ничего правильно сообщить Большое вам спасибо Помогли, не все, она ведь Я вас тоже поздравляю Как все-таки вот Одна показанная фотография Может изменить жизнь За каких-то пять секунд Я хочу показать вам еще одну фотографию Вот она, эта фотография Иммиграционная служба Города Риги, Латвийской Республики Просит помощи в восстановлении Личности данного лица Предположительно Гражданин Украины Работал дальнобойщиком Рост 190 На кисти левой руки Между большими указательными пальцами Татуировка С Может быть, этого человека Тоже кто-то ищет Наш телефон 937-9992 А мы продолжаем Добрый вечер Добрый вечер Я разыскиваю своего отца Чарунова Николая Васильевича Он последние 15 лет проживал В Московской области Станция Весенняя Это по Курской железной дороге Поселок Леспроект И вот 1 сентября Того года 2003-го Ушел из дома Вечером И по сей день Мы его разыскиваем Сам он не отзовется Поскольку страдает Стойкой потерей памяти Он не вспомнит И не знает, кто он Потому что своих родственников Родных и близких Он узнавал в последнее время Очень плохо Из всех детей Он помнит только мое лицо Вот Поэтому я Пришла сюда Спасибо Добрый вечер Добрый Я блокадница Мы Войну Жили в Ленинграде Нас Отправили со школой Маленькую сестренку С детсадом И когда Не было Переписки Нам родители Присылали письма И мы им И тогда мама Приехала до нам Вот Маленькую нашла Потом нас И эта маленькая Вера Рассказывала Что Мама как началась Бомбежка Так мы в лес побежали И взрослые И мы маленькие Вера Может быть Ты это помнишь Отец умер Потом мама умерла И мы решили Выехать Нас Одна женщина Записала Даже Нас Не Не отправляли Мы несовершенно Летние были Маленькой Три года с половиной А я старшая Вот И Нас записала Мы Поехали На финлянский Глаздал Вот И на Пригородном поезде Доехали До Ладожского озера Потом Псадили В товарник И Ехали мы До До Ярославля По Химмесец По северной дороге Город Череповец И Что-то с ней Случилось Приболело И кто Вызовал Чего Видел Что Пришли Две Медсестры В белых Халатах А с кем Случилось С маленькой Да С Верой С Верой С маленькой Да И Они Ее взяли Молодые Такие Видно В халатах А у вас Есть документы Я говорю Да Есть Свидетельство Рождения С 38 Года На рождение И унесли Как Верина фамилия Была Баржева Вера Александровна С 38 Года Рождения Да Три с половиной Года А вот на фотографиях Вот у вас Это вот кто А это Папа с мамой Папа звать Александр Михайлович А мама Анна Ивановна Ну очень бы хотелось Вам помочь Будем ждать Будем надеяться Что Ваша Вера Отзовется 937 999 992 Мы всегда ждем Давай сейчас Приверемся ненадолго Я хочу вам рассказать Еще одну историю В которой нам Нужна ваша помощь Посмотрите пожалуйста Жила я значит В семье Мама Папа И я Однажды Мама моей Племянник Толик Ну что то мы там Подрались с ним И он сказал Что Ты не наша Ты детдомовская И как он Мне это сказал У меня начали Ну всплывать Воспоминания О детдоме Как я там Была с девочкой Ну не то что С одной девочкой Много нас детей Но меня за руку Все время Или я за нее держалась Или она за меня Вот Все время Мы были вместе Куда бы мы ни шли Все время Вместе 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 Иде Яковлевне Было всего Три года Когда пришли Приемные родители И взяли ее В семью Последние минуты Проведенные в детском доме Врезались в ее память Навечно Приемные родители Даже не догадывались О том Что их Ида Помнит свое Детдомовское детство Поэтому узнать У них хоть что то Про девочку Которая всегда Держала ее за руку Ида не могла Однажды Уже будучи Совсем взрослой Ида набралась Решимости И попросила Сестру мамы Рассказать о себе Правду И она сказала мне Самая первая Она сказала У тебя есть сестра Родная Она рассказала Что ехали наши Значит солдаты Из Германии После войны В конце войны Даже И подобрали нас Двух девочек Сидели мы В воронке От бомбы Когда мы поступили В детдом Значит То я не говорила А сестра моя Значит говорила На немецком языке И все время Она На всех говорила Русь Русь Русские Значит Русь Когда 30 лет назад Ида Яковлевна Начала искать сестру В ЗАГСе Нашла свидетельство О своем удочерении С удивлением Обнаружила Что в детском доме Носила фамилию Русь Позже выяснилась Совсем невероятная вещь По документам Детского дома Ее сестра Проходила Под той же фамилией И именем Известно Что в 47 Старшую Иду Русь Отправили в детский дом Города Белая Церковь Здесь ее следы Теряются Да я уже так думала Может Может Фамилию нам Русь Дали Потому что Сестра говорила Русь И написали Русь Может фамилия Совсем другая Но Имя отчества Наверное Все таки Русь Ида Генриховна Имя отчества Ида Генриховна Наверное Настоящее Будем ждать И надеяться Наш телефон Круглосуточный 937 9992 И мы продолжаем Добрый вечер Добрый вечер Я приехал С Тюменской области Сашинского района С дома Терната У меня Миронов Миронов Роман Сергеевич С 80 августа 23 августа Я разыскиваю Родителей У меня никого нет Хотя бы Хотя бы Брата Или отца Или мать Кого-нибудь Из родных А как их зовут? Маму Миронова Наталья Евгеньевна Это 60-го года Так Отца Миронов Сергей Филиппович Год рождения Я его К сожалению Не знаю А где вы Родились? Я Родился В Успенской Участковой больнице В Тюменской области Спасибо большое 937 999 Добрый вечер Добрый вечер Я ищу Свою сестру Успокойтесь Не плачьте Соберитесь Пожалуйста Расскажите Как зовут сестру? Мы с сестрой Воспитывались В детском доме Я выпускница Детского дома 70-х годов Сестру Тихонов Любовь Ивановна 61-го года Рождения Моя девичья Фамилия Бешина Людмила Леонидовна Кто будет слышать Я очень долго Ее искала Спасибо Спасибо большое Наш телефон 937 9992 И кстати Я очень советую Всем Кто сегодня Оказался в этой студии Даже если вы никого Не ищете Проверьте А вдруг Кто-нибудь ищет вас После когда Закончится передача Вы Можно подойти К этому компьютеру И Сотрудники нашей Группы поиска Вам помогут Мне просто интересно Вот А кто собирается Воспользоваться Советом Маши Подойти к компьютеру Поднимите пожалуйста Руки Ооо Много Хорошо Людмила Леонидовна А вот вы Как раз Руки не подняли Я В таком состоянии И напрасно Не подняли Да я в таком состоянии Я первая Да вы подождите Плакать-то Я ничего плохого Вам не хочу сообщить Наоборот Хочу сообщить Хорошее Ой Если бы вы После Передачи Подошли к компьютеру То вы бы узнали Что вас Тоже ищут А как вы думаете Кто вас ищет Не знаю Ну так подумайте Ну кто может вас искать Ну я без сестры У меня никого нет Ну так Ну так Кто же может искать Если кроме сестры Никого нет Мы только Двоем остались И все Я и главный Трой группы Людмила Леонидовна Так если Если кроме сестры Никого нет Кто же вас может искать Сестра конечно Ну так Конечно сестра Ну правильно вы и говорите Сестра и ищет И встречайте сестру АПЛОДИСМЕНТЫ Любовь Ивановна АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не никого не попросила Я только ты одна у меня Любушка Как я тебя искала Я так знала АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Большое вам спасибо Я ее так Слышу У меня одна Любушка Сестричка Людмила Леонид Ну теперь все хорошо Садитесь пожалуйста туда Вот туда Туда Больше не будем теряться Нет 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 Сюда Вот сюда Ой боже не будем теряться Никогда Это правильно Это правильно Не теряйтесь больше Добрый вечер Здравствуйте Кого вы ищете? Я еще брата А вы будете говорить? И сестру Мы потерялись Во время войны Мы ехали На какой-то тележке И нас разбомбили Я оказалась В детском доме Больше никого Я не видела Ни брата Ни сестру Меня взяли Из детского дома И я воспитывала Суприемных родителей Но я бы хотела найти У меня есть приметы С детства Впереди у меня белая прядь На голове Она с детства И на ноге у меня На левой Тоже Нету большого пальца С детства Может быть они знают Может они помнят об этом Что я была У них Брата звали Юрия Рюрия А сестру звали Нюся Моя фамилия Давали мне справку Из детского дома Коломейцева Или колонистова Тамара Ивановна С 40-го года рождения Будем надеяться Что они отзовутся Наш телефон 937-9992 Звоните нам пожалуйста Добрый вечер Здравствуйте Мой сын Муреев Анатолий Мисулович 61-го года рождения Москвич Вместе с Пановым Работали В автосервисе 21 мая Они вышли Вместе с Пановым Пошли на работу Это на Рафаминском районе Было Сдачи И где-то в 11.30 Их был последний звонок И после этого Никакого известия Ни о моем сыне Ни Панове Нет Вот фотография его За месяц до исчезновения Наш телефон 937-9992 Позвоните нам пожалуйста Добрый вечер Добрый вечер Я ищу брата Сорокина Сергея Викторовича 71-го года рождения 26 мая 2001 года Он ушел из дома И больше о нем ничего не известно Если кто его узнает Сообщите пожалуйста На передачу Жди меня Спасибо Спасибо большое 937-9992 Добрый вечер Здравствуйте Кто у вас? Еще одноклассница В 91-м году Пошел в школу И с 1-го класса До 5-го мы были вместе Общались очень тесно Была подруга Можно сказать Лучшая В 95-м году Отца перевели В Хабаровск Работать То есть мы всей семьей Буквально за 3 дня Собрались и уехали 10 лет уже не видел практически И через вашу передачу Очень хочу найти Это просто одноклассница? Да Ну не просто одноклассница То есть мы с ней Дружили хорошо Зовут ее Гущина Ирина Просто дружили? Угу Ну а как я могу сказать Когда нам было поскольку 10-12 лет Можете попросить? Иди сюда Сейчас я тебе кое-что покажу Ладно? Так бы не узнал бы сейчас Да? Вообще не узнал бы Угу Только в воспоминаниях Да? Да Ты как-то загляделся даже Да? Ну есть и есть Да? Но только не туда смотришь По-моему А куда надо? Куда надо? Куда надо Повернись АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Шок Шок Большой шок Обещал? Нашел? Спасибо Ой, спасибо вам большое Слов нет Я вижу, что слов нету Как-то поперхнулся даже Ну что же, а нам нужно дать слово Абхазии Добрый вечер, Москва Добрый вечер, Игорь Владимирович Машенко Сегодня здесь у нас собрались люди, которые ищут своих близких и знакомых И мы хотим предоставить им слово Добрый вечер, кого вы ищете? Я ищу своего друга, Бутова Леонида Васильевича 20 лет тому назад мы расстались И после этого нету Я думаю, при помощи этой передачи мы найдем друг друга Последнее предположение, что он с Кривого рога был и все Будем надеяться Добрый вечер, кого вы ищете? Я ищу брата Асланова Алексея Саловича 1974 года Последний раз Он служил в Туле Во время грузинско-абхазской войны он решил приехать ко мне в гости Так и пропал, не пересекая границу Абхазии После этого мы его не видели Мы очень надеемся на вашу передачу, что вы нам очень сильно поможете Я ищу Митар Двивы, Лерик и Эмма Друзья До начала войны мы общались И переписывали с ними, я к ним ездил Они приезжали После войны потеряли следы Ни адреса, ничего Мы немножко уточним Это война 92-93 года 93-й год Я и писал туда, и звонил Пока нет Ничего нет Добрый вечер, кого вы ищете? Я ищу своего двоюродного брата Гебуацит Ингиза Георгиевича 1965 года рождения В период грузинско-абхазской войны Он был тяжело ранен И в 93-м году Он лежал в Москве В несуте Минсклифосовского Ему поставили титановую пластинку На ноге, это забедренное ранение было И он поехал в марте 94-го года Чтобы сняты вот эти пластинки На забедренном суставе И после этого пропал Последнее время он сообщение оставил Где-то в 94-м году в августе И с тех времен мы не знаем о его судьбе Добрый вечер Добрый вечер Я обращаюсь по просьбе своего племянника Который живет в городе Уфе 19 декабря 2003 года У него пропала жена Светлана Юрьевна Сабирова Денчество фамилии Крепкова 1968 года рождения У нее остались двое детей До сих пор никаких вестей от нее нету И мы надеемся, что она вернется Найдется Я обращаюсь к вам Люди добрые Если кто видел ее Или найдет ее Ну, позвоните, пожалуйста На студию Телефон родственников будет в редакцию Спасибо Спасибо 937-9992 Добрый вечер Здравствуйте Я ищу подругу Мы вместе с ней учились В 89-м году Учились в Юрьевпольском Владимирская область Она из Омска Ее зовут Надя Энс Мы с ней расстались В общем, лет 16, наверное Хотелось бы ее найти Меня зовут Валентина Фамилия Ключевская То есть, если она смотрит эту передачу Я бы очень прошу Надя, отзовись, позвони Хочу тебя увидеть Все, спасибо Спасибо Так, я вижу вас Здравствуйте Я ищу свою маму Захару Любовь Михайловну Она ушла 48-го года рождения Она ушла 24-го декабря 2003-го года Была одета В белую вязаную шапку Темно-зеленую куртку Темно-синие джинсы И черные полуботинки Она инвалид второй группы Возможно, потеря памяти Кто что-либо видел Позвоните, пожалуйста На передачу Спасибо Добрый вечер Добрый вечер Я Ковалева Наталья Валентиновна Ищу своего родного брата Менщикова Алексея Валентиновича 79-го года рождения Я 78-го Точно не знаем дату Какого числа он родился Какого месяца По словам тети Мы жили в Вологодской области Город Тотьма Поселок Камчуга Дом сгорел И в дому остался папа Он у нас умер И нас мама отдала В больнице Мы лежали с братом в больнице Где-то в начале июня Может в июле Мама меня забрала А брат остался в больнице Спасибо Спасибо Наш телефон 937-99-92 Добрый вечер Добрый вечер Тоже кого-то ищешь? Да, я ищу своего папу Меня зовут Забиров Дима Папу зовут Забиров Марсель Он Мы расстались тогда Я был маленький Мы уехали с мамой в этот В Казахстан Жили с мамой в Казахстане И Мама работала Штукатурой маляр была Потом мама заболела Умерла И вот с тех пор Я начал жить на улице Потом Дима, подожди Как на улице? Вот Мама умерла Я начал жить на улице Потом У друга У друга жил Потом на Заправке Потом на угольную базу Пришел Меня туда Дед Женя привез Я с Детей Рожей Познакомился И вот я пришел Один Детей Рожей Жил на угольной базе Потом Детей Рожей Взял Меня к себе домой И вот мы с Тетей Валей Приехали к вам Мы писали сюда Вот с Тетей Валей И приехали к вам Тетя Валя Здрасте Добрый вечер Расскажите Как вы познакомились? Познакомились Муж привез его С базы С угольной Он туда Там пришел Говорит Мальчик у нас на базе Появился Маленький Говорит это Такой шустренький Хорошенький Можно я домой привезу Хоть помыться? Ну привез Он у нас остался Ночевать Потом он Начал рассказывать Свое прошлое Ну Прошлое у него Очень такое тяжелое Он как все Порассказывал Ну мы его решили Оставить Он попросил Что Сфотографировать его И у меня Письмо написанное Жди меня Я хочу найти Своего отца И сестренку Люцею Ну мы сразу же Два дня Наверное прошло Сфотографировали И вот по интернету Отправили все его данные К вам Дима А ты сам решил написать? Да А ты видел нашу программу? Я давно ее смотрю Да И увидел И вот написал Скажи мне просто А что ж ты ел Когда ты жил на угольной Вот на улице На угольной базе? Друзья кормили А сколько ты вот так Вот времени провел? Два года на улице жил Сколько, Дима? Два Потом уже Тетя Валя А сколько он у вас уже? Полтора месяца С нового года Дима Посмотри, пожалуйста, на экран Смотрите Только не пишу Началось это В 89-м году Познакомили здесь С ней здесь На берегу У нас летом Очень красиво Водохранилище, озера Природа очень красивая И вот так вот Начали жить В 90-м году Родилась дочка Назвали Люцией А в 92-м году Родился сын Вот его фотографии А вот они вдвоем Расстались мы В 94-м году В августе месяце Расстались так Так сказать Подробности Без скандалов Без лишних Был это август месяц И после этого Я не встречался с ними Пробовал писать Первые два года Ответа не было Вместо зрительства Ихних родственников Я наизу знаю Почему-то они не отвечали В 97-м году Был единственное письмо Они делали запрос О том, что получали По ошибке на ребенке На Дамир, на сына И после этого Я И Как сказать Не получал ни письма Никаких звонков Я помню Как сказать Ребенка сейчас грудных И Как сказать Ну С первого года и так А в последнее время Вот эта фотография Ему два года Это Зима Это примерно Февраль-на-март месяц А расстались мы Летом В август Значит Ему Десять два года Я очень плохо Его помню Так как Я тоже была маленькая Он у меня стар Младше Всего лишь на год Восьм месяцев И Я не очень сильно Его помню Любили вообще-то Природа у нас Природа у нас Замечательная Приезжает Лето Знаете У нас Как говорят Жемчужина России Вторая Швейцарь У нас Очень красивая Ему понравится Мы тебя очень ждем Мы скоро встретимся Вот в этом доме Мы будем жить Домер Я очень хочу Чтобы ты приехал Аплодисменты Дима 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 А ты хоть немножко Помнишь Папу Помнишь Да Когда он узнал Что ты его ищешь Он сказал Что поедет за тобой Куда угодно И заберет тебя с собой Марсель Аплодисменты Мама 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 Спасибо большое Марсель Я хотел бы вас познакомить С женщиной Которая взяла Диму к себе И с тех пор Говорила об этом Только так Теперь у нас пять детей Своих у нее четыре Так что благодаря вот ей С Димой Все в порядке Валентин Михайловна АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ищите друг друга Что бы ни было И ждите Несмотря ни на что АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо всем Спасибо большое Дима Подарок Спасибо вам большое Не за что Спасибо вам Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok